Но война деле начинается с результатов итальянского референдума. Как отреагировал премьер на такой исход событий и как это влияет на европейскую валюту? Также затронем тему резкой критики Трампа политики Китая. Не переключайтесь. Италия остается не только без конституционной реформы, но и без премьера. Вчера в Италии прошел референдум по конституционной реформе и по итогам граждане проголосовали против. Более 59% избирателей поставили отметку напротив слова «нет» в своих бюллетенях. Разочаровавшись, премьер-министр Италии Матео Ренци объявил о намерении подать в отставку. «Завтра днем я соберу заседание Совета министров, а затем пойду в Феринальский дворец и подам президенту республики прошение об отставке», – сообщил Ренци на пресс-конференции по итогам референдума. Премьер выразил благодарность всем итальянцам, написав в своем твиттере пост следующего содержания. «В любом случае, спасибо всем. Через несколько минут я выйду в прямой эфир из дворца Киджи. Вива, Италия!» Позже он дописал «иду-иду» и поставил смайлик. Хотелось бы напомнить, что в проекте реформ шла речь о существенном сокращении полномочий Сената и областей страны. Сегодня же реакцию на итальянский референдум демонстрирует и европейская валюта. Стоимость евро снизилась до минимума с марта прошлого года. Сейчас евро торгуется в районе доллара и 574,0 тысячных. Глава отдела стратегии на валютном рынке Financial Group Стивен Гало прогнозирует падение евро к доллару примерно на 1%. Учитывая нынешние политические течения в еврозоне, я думаю, что политикам-сторонникам интеграции практически невозможно достроить недостающую архитектуру единой валютной зоны. Риски того, что еврозона развалится, растут. Если проанализировать, то евро снижается с начала ноября, и на данный момент курс похож на уровень начала 2000-х годов. Это и увеличивает шансы на то, что европейская валюта скоро станет равнозначна доллару, чего не случалось с 2002 года. Дональд Трамп, избранный президент США, раскритиковал Китай за девальвацию валюты, высокое налогообложение американских товаров, импортируемых в Китай, и строительство военного комплекса в Южно-Китайском море. В своем твиттере он делает многозначительные и громкие заявления. «Спрашивал ли нас Китай, хороши для нас девальвация их валюты, что усложнило конкуренцию для наших компаний? Высокое налогообложение наших товаров, идущих в их страну, США их не облагает налогом, или строительство масштабного военного комплекса посреди Южно-Китайского моря? Я думаю, нет». Ранее Трамп резко высказывался в адрес Китая. Он обещал ввести пошлины на китайские товары до 45% за валютные манипуляции. Однако китайские эксперты уверены, что Трамп не будет воплощать в жизнь предвыборной угрозы. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с Дукас Копи-ТВ и будьте в курсе всех мировых событий. До завтра!